Всем привет! В студии Роман Даров. Это новости на Универтв. В этом выпуске. Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Казань. В Казани ожидается аномальное потепление. 12 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл с визитом в столицу Татарстана. В Иннополисе было проведено расширенное заседание Президиуму Госсовета, посвященное теме жилья. Президент посетил Центр культуры и спорта «Московский». Директор Казанского федерального университета Ильшат Гафоров обратился к нему, затронув несколько актуальных тем. Подробности далее. Хочу представить слово своему коллеге, сопредседателю регионального штаба Гафорову Ильшату Равкатовичу. Пожалуйста, Ильшату Равкатовичу. Спасибо большое. Прежде всего, хочется, уважаемый Владимир Владимирович, поблагодарить вас за те национальные проекты, которые вы только что озвучили. Мне кажется, что они затрагивают все стороны нашей жизнедеятельности. Я, как ректор, могу сказать, что особо интересно и важно для нас от проектов, касающихся образования, науки, медицины, ну и как жители, заканчивая комфортной средой нашего обитания. Я уверен, что все они будут способствовать, конечно же, улучшению качества жизни нашего населения. Вот ряд проектов сегодня вызывают определенные вопросы, и я бы хотел сакцентировать ваше внимание именно на этих вопросах, а то, что получится в конце, вы дадите оценку по истечению определенного времени. Прежде всего, много вопросов сегодня по так называемым проектам связаны с системой организации сбора отходов и обращений с ними. В народе данная программа получила название так называемое «мусорная реформа». И с чем это связано, прежде всего? Потому что все мы, как жители, получили соответствующие счета, где увидели, что платеж за сбор мусора увеличился где-то в два раза, где-то в три раза. И вот в ОНФ мы открыли горячую линию, и буквально за последнюю неделю уже более 700 обращений. Все спрашивают, а с чем это связано? Что у нас? Качество услуг улучшилось? Либо с чем? Либо у нас создали региональных операторов, которые явились такой надстройкой. Вот Сергей Анатольевич сказал, что ощущение людей вот именно такое. Мы выходим на улицу и видим, что места сбора мусора, в общем-то, какими были, такими и остались. Более того, произошло распределение ответственности. Раньше за эти контейнерные участки, места сбора, отвечала управляющая компания. За что? За места сбора контейнерной площадки, то есть где стоят контейнеры. А сегодня центр ответственности, он стал распределенным. За участки отвечает управляющая компания, да, а за контейнеры отвечает региональный оператор. Ну, там до абсурда доходит. Вот мусор лежит, мне говорят, знаете, а этот мусор упал, когда грузили контейнер. Его подбирать должны представители оператора, а не управляющие компании. Так вот, мне кажется, в этом проекте нужно ввести уточнение и четко определить ответственность региональных операторов, поскольку вот эти места сбора – это, по сути, витрина данной программы. Понятно, что у него там очень много задач, целей, они все благородные, но житель, он должен понимать, для чего он стал больше платить. Второй момент, на котором хотел бы обратить ваше внимание, это то, что порядок начисления, он стал иным. Раньше он был пропорциональным квадратным метрам территории, где человек проживает, ну, его квартиры. А сейчас, в общем-то, он начисляется пропорционально количеству жителей, которые там прописаны в квартире. Все правильно, человек генерирует мусор, да, и ответ есть. С другой стороны, в малометражных квартирах живет все-таки, ну, наиболее социально незащищенная часть наших людей. И они стали платить в 2, 3, 4 раза больше. И мне казалось, что можно было бы предусмотреть определенные субсидии, поддерживающие эту часть населения. Как это было сделано в 2005 году, когда произошла монетизация всех льгот, тогда тоже были возмущения, но они были достаточно быстро погашены за счет того, что правительство быстро предприняло определенные шаги. И, наверное, третий момент, это тоже связано с вывозом мусора, но касается уже людей, живущих и имеющих собственные дома. Вот мы все ориентируемся и думаем, что это только Казань, столица, в городах, и называем эти дома коттеджами. Но огромное количество людей живет в малых населенных пунктах, да, и это пенсионеры, они тоже ощутили, то есть, что в городе платить, что насилие. То есть, было бы, наверное, целесообразно хотя бы первый год, потому что до них организация вывоза мусора вряд ли так быстро дойдет. Вот хотелось, чтобы на эти вещи было обращено внимание. Я специально обратил на это внимание, на этот вопрос и специально придал такой импульс работе по этой теме, потому что она стала очень острой. Количество отходов увеличилось. Никогда не было у нас, не создавалось никакой индустрии переработки. Никогда. И нигде такого в стране не было. В Советском Союзе не было никогда. Просто сваливали и всё. В лучшем случае там что-то, обваловку какую-то делали. Вот и вся работа. В современных условиях это невозможно. И мусор разный появился. Сколько пластика сейчас, сколько других материалов, которые требуют утилизации и так далее. То есть, она стала просто очень острой. И государство обязано обратить на это внимание. Конечно, без контроля со стороны общества, со стороны общественных организаций, в том числе со стороны Общероссийского народного фронта, но и других организаций, решить эффективно эту проблему будет нельзя. Она затратная, совершенно очевидно. Она требует объединения усилий и граждан, и государства, муниципалитетов, регионов, всех. Но она должна быть грамотным образом и с минимальным ущербом, с минимальной нагрузкой на граждан реализована. Это безусловно. Здесь ещё очень много вопросов. Создание благоприятной среды обитания, городской и пригородной, всё равно какое. Главное, что среды обитания людей, то есть среды, где люди живут, вот там нужно работать. Значит, здесь нужно ещё многое отрегулировать и деньги концентрировать именно там, где они будут эффективно работать. Ведь это достаточно прибыльный бизнес, если организовать должным образом. Но только нужно качественно это делать. Стандарты должны быть современные, эффективные. И они, принимаемые и предлагаемые решения, должны приниматься гражданами. Они должны поверить в эффективность этой работы и в качество этой работы. И это ещё раз хочу сказать. Очень важно в этом смысле участие общественных организаций, потому что именно они могут и должны проконтролировать то, как работает и бизнес, и государство. Теперь по поводу конкретных вещей, связанных с распределением ответственности. Здесь, конечно, во-первых, не должны муниципалитеты и регионы устраняться. И нужно распределить ответственность между муниципалитетами, управляющими компаниями и региональными операторами. Вот это просто то, что нужно нам сделать в самое ближайшее время. Более подробную информацию мы расскажем в следующем выпуске, а мы продолжаем. В Казани на этой неделе ожидается аномальная тёплая погода. С чем это связано и ожидать ли нам ранней весны, мы расскажем вам в нашем следующем сюжете. В этом году казанцам очень повезло. Обошлось практически без заморсков и тем более без снежных борь. А в последние дни появились новости ещё о скором аномальном потеплении. Чтобы выяснить, так ли это на самом деле, мы отправились к профессору КФУ. Юрию Переведенцеву. По его словам, средняя температура будет выше нормы на 4-5 градусов. Обусловлено тем, что мы находимся сейчас пока на западной периферии Сибирского инциклона. В Сибири это холодно, а на западной периферии, где преобладают юго-восточные потоки с юга, у нас поэтому тепло. Также он подчеркнул, что до 7 марта в Казани всё ещё будут незначительные морозы, а после начнётся заметное повышение температуры. Это мнение сходится с предположениями Всемирной метеорологической организации, которая считает, что в связи с наступлением фазы Эль-Нинья, колебанием температуры воды в Тихом океане, 2019 год будет теплее предыдущих. Каждый очередной год становится теплее предыдущего. И это началось особенно ярко с 2015 года. Шестой год подряд, а 2019 год будет Эль-Нинья, тоже обещает быть очень тёплым. Однако, даже если прогноз оправдается, до жаркого лета нам ещё далеко. А пока остаётся довольствоваться не самым холодным февралём. Лилия Талипова, Велия Табасова, Универ Ньюс. Это были новости на Универ ТВ. Всем до скорых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok